27 и 28 сентября 1911 года Самарский театральный мир переживал настоящий коллапс. В эти два вечера сразу на двух самарских сценах шла одна и та же пьеса – драма «Живой труп». Это было одно из последних драматических произведений, вышедших из-под пера Льва Николаевича Толстого. Начало обоих спектаклей было назначено на 8 часов вечера. И поклонникам Самарской театральной музы пришлось немало поломать голову, какому залу и какой труппе отдать предпочтение. Ты великан годами смятый, Кого когда-то зрел и я. Вот ты бредешь от курной хаты, Клюкою времени грозя. А впрочем, можно было голову и не ломать, а просто посетить 27 сентября спектакль в Олимпии, а на следующий день отправиться в городской театр. Так, например, и сделал рецензент Самарской газеты «Для всех», который сначала посетил Олимпийское зрелище, а на следующий день спектакль в городском театре. Ну, что я вам могу сказать об увиденном в Олимпе, писал он. Честно говоря, я ожидал от актеров больше уверенности и сыгранности на сцене. А так, если бы не сцена в трактире и не большое появление нескольких талантливых актеров, можно было бы сказать, что спектакль был безнадежно провален. Но вот спектакль, поставленный на сцене городского театра, впечатлил рецензента куда больше. Ну, что я здесь могу сказать, писал он. Сама пьеса кажется отрывочной, интрига ее мала, развитой, и даже язык местами грамматически неправильным. Но выходишь из театра подавленный и размышляющий. Осень 1911 года выдалась в Самаре не совсем теплой. Часто шли дожди, поднимался ветер. Извозчики у крыльца театра цирка «Олимп» и возле городского театра покрикивали на своих сивок бурок. А сивки-бурки нервно переступали с ноги на ногу. Но и в том, и в другом театрах в эти два вечера было жарко. Там спорили, восхищались, разочаровывались, но самое главное, думали над тем, о чем с самарцами разговаривал Лев Толстой языком театра. А были в 1911 году среди самарской театральной публики и те, кто не только размышлял над сценическими образами, но и вспоминал самого автора пьесы. Да, в 1911 году в Самаре еще жили те, кто лично знал Лева Толстого. Кто встречался с ним, переписывался, просил у него совета и те, кому он, Лев Николаевич Толстой, не однажды приходил на помощь. Кажется, еще совсем недавно самарцы, как и еще многие другие россияне, и не только они, поздравляли его, Лева Николаевича Толстого, с юбилеем. Самарское общество народных университетов и газета «Волжское слово», городской голова и Самарская городская дума. Поздравительные адреса и телеграммы, личные письма и письма от групп и обществ. Дорогой Лев Николаевич, приносим вам глубокую признательность и благодарность, и горячо приветствуем вас в день вашего рождения за правду и свет, который вы разносили по целому миру, за борьбу с властью тьмы, которая мучила несчастный народ, да хранит вас Господь. Но были среди самарцев и те, кто долгое время даже не догадывался, что судьба однажды свела их с тем самым графом Толстым. Было раннее утро. Пароход шел быстрее обыкновенного, оставляя за собой густые черные клочья дыма. Впереди лежало широкое блестящее поле Волги, а справа и слева синели берега, задомленные пароходными парами. И хоть было еще совсем рано, но пассажир, ехавший на Кумыс в Заволжье, стоял на палубе. А все дело в том, что он никогда до этого не видел верхнего течения Волги. Поэтому и взял билет от Твери до Самары. И целыми днями то ходил по палубе, то останавливался, то вдруг подходил к самому борту и всматривался в молчаливые берега и белые паруса облаков, которые плыли высоко в небе. В полдень пароход подошел к пристани, рванул чалки, задрожал и остановился. Возле берега к Волге липли ветхие деревянные домишки, а за ними простирались сады и огороды с уходящими вдаль дорожками. Казалось, что вся набережная опрокинулась в реку. Сойдя по длинным скрипящим сходням с палубы, Кумысник прогулялся по берегу, подошел к дымящемуся костру, снял фуражку и поклонился. Хлеб-соль, мужички! Хлеб-соль! Едим! Да свой! Сейчас же откликнулся один из тех, кто сидел у костра, рыжебородый мужик. А ты-то, видать, и нашинский будешь. Тульский я. Твоя правда, отвечал Кумысник на этот вопрос рыбака. Ах, тульский! Это там, где огурцом телку резали. Ха! Ну что ж, вы, тулики, нашей волжской рыбы не видали и ушицы не пробовали. Садись! Про слово. Ложка есть, а ухи не жалко. Рыбаки приветливо подвинулись в разные стороны, приглашая незнакомца отведать их волжской ушицы. И только один пьяный крючник недовольно пробурчал себе под нос. Ишь, нашли кого ухой кормить. Видно, сову по полету, а чертовы ножки, видать, из-под одежки. Шарамы гон, туляк этот. Правда, больше он ничего не сказал. Его товарищи сердито на него цыпнули и принялись дальше нахваливать свою ушицу. Так, посидел кумысник с рыбаками у кстерка, похлебал ложкой их ушицы, откланялся и ушел. А минут через десять или через пятнадцать подбежал к костру его отставший спутник. Слышь, мужики, а где граф-то? Чего-чего? — умыльнулся Рожебородый. — Какой такой граф? Ну, сейчас с вами здесь сидел. Куда он ушел, его сиятельство? — Ишь ты, — сказал озадаченный рыбак. Граф, а я ему тулики, тёлку огурцом резали. Покряхтели волгари, посмеялись, а те, чтоб смелее, пошли на пристань, чтоб еще раз глянуть на графа и при случае извиниться перед ним за такой неказистый разговор. Пришли, смотрят, стоит граф, наблюдает за работой грузчиков. — Счастливого плаванья, ваше сиятельство! — поклонился кумыснику Рожебородый мужик. — Вы уж извините нас, коли что не так сказали. — Да ничего-ничего, — ответил кумысник, догадавшийся, что мужики прознали, кто он такой. — Жаль, недолго побеседовать с вами пришлось, а заушицу спасибо. На этих словах пароход начал отчаливать от пристани, и пассажиры стали расходиться по каютам. И только кумысник еще долго стоял на палубе, чесал затылок и говорил сам себе, «Ишь ты, Шарамыгой меня назвали! Так меня никто еще не называл. Видать, похож я на Шарамыгу-то». Да, было и такое. Шарамыг, дескать, Шарамыга и есть. Но с тех пор прошел не один год. И вот осенью 1910 года Самара сначала напряженно следила вместе с другими россиянами за тревожной хроникой ухода Льва Толстого, покинувшего свой дом и отправившегося из него, куда глаза глядят. А потом читала в газетах сводки об ухудшившемся состоянии здоровья великого старца. День ото дня эти сводки становились все тревожнее и тревожнее. Мир затаил дыхание и ждал, удастся ли Толстому победить недуг. В ноябре 1910 года случилось непоправимое. Да, кажется, что еще совсем недавно Толстой, бывая в Самаре, ходил вот по этим самарским улицам, писал телеграммы и письма, адресованные в самарские дома. И встречался с самарцами в своем имении, восточнее Самары и в другом имении в Ясной Поляне. Еще совсем недавно он здесь бывал, а вот теперь возвращался в Самару театральными афишами и постановками на театральных сценах. Уже в октябре 1911 года самарские газеты наперебой анонсировали спектакль Катюша Маслова по роману Льва Толстого «Воскресенье». Представляли этот спектакль на сцене городского театра и ждали от него очень многого. Ждали, но, увы, не дожидались. Спектакль почти единодушно был признан неудачным. Диалоги были вялыми, а действие едва-едва развивалось. Спасли ситуацию только имя Толстого, значительность сюжета и хорошая игра артистов трупы Образцова, писал на этот раз рецензент. Может показаться, что этого не так уж и мало, хотя, разумеется, Самара достойна большего. И снова самарские извозчики до глубокой ночи развозили вот по этим улицам седоков, которые были погружены в себя, думая над вопросами, поставленными перед ними Львом Толстым. И снова одни коричали на своих сибокбурок, стараясь хоть так согреться и не зябнуть совсем, пока не довезут до квартир своих седоков. А последние снова и снова думали над проблемами, которые поставил великий старец. Да-да, ведь каменное бремя наш мимолетной жизни сон. Обрушь его в иное племя во тьму иных глухих времен. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...